Недавно я получил обвинительное заключение на руке по поводу страшного экстремизма, за которое я должен ответить. Подписано оно заместительным прокурором города Москвы Марковым, тем самым, который сегодня проводит и проверку деятельности Объединения Русские. То есть я могу стать уже лидером двух и трех сразу экстремистских организаций. Так вот, в чем же заключается экстремизм Объединения Славянская Сила, которое было создано в 2010 году. Экстремизм заключается в следующем. Объединение Славянская Сила проводило турниры. В частности, здесь указано пять эпизодов. Первый — это два турнира по силовому экстрему, которые мы организовали совместно с Управой. Второй — это чемпионат по полноконтактным боям, который мы проводили совместно с губернатором. И еще всякие спортивные, там, организационные состязания. И вот это все, причем в показаниях свидетелей, в расследовании следствия везде подтверждается, что цели всех этих спортивных мероприятий были следующими. Пропаганда здорового образа жизни, отказ, побуждение к отказу молодежи от пьянства, курения и наркомании. Это везде в материале дела указывается. Но при этом, почему это образует состав страшного преступления, за которое мне грозит сегодня три года тюрьмы? А очень просто. Следствие утверждает, что это движение очень похоже на движение славянская сила, которое до этого было по признакам экстремизма запрещено в Мосгорсуде в 2010 году. То есть там тоже не нашли экстремизма, потому что это уголовно наказуемое деяние в России, а он запрещался, Славянский союз в гражданском суде, нашли лишь некие признаки экстремистские. И вот потому что одно движение проводило турниры и другое движение проводит турниры. И на этом основании это и образует состав страшного преступления по 282 статьи, которая звучит следующим образом. Организация деятельности экстремистского сообщества, в отношении которого принято судебное решение о запрете его деятельности, вступивши в законную силу. Ни много ни мало. То есть достаточно вам провести за здоровой жизни несколько турниров, и это образует состав преступления. Следствие ни одного слова не пишет, в чем умысел и преступный характер этих турниров. Оно не указывает ни что, ничего о лозунгах запрещенных, о деятельности. Оно просто пишет, что одно объединение до степени смешения, как они считают, похоже на другое. В принципе, сейчас объединение по-русски занимается тем же самым. Проводит турниры по силовому экстриму, сборы, различные полноконтактные бои. То есть это получается, оно в принципе тоже продолжает деятельность преступной организации. Я вот подумываю, на самом деле, в последнее время вступление в Единую Россию и проведение турнира, может быть, тоже запретят. За это даже отсидеть готов.